В повестке очередного заседания Кабинета министров 15 вопросов. Началось заседание с представления дополнительной повестки. Министр здравоохранения Эдуард Будба зачитал положение о порядке оказания психиатрической помощи. Документ устанавливает основания и порядок оказания психиатрической помощи, в том числе принудительной госпитализации больных с психиатрическими расстройствами, права и обязанности медицинского персонала, права психиатрических больных, обязанности государственных органов и организаций в области защиты прав и законных интересов этой категории пациентов, а также порядок защиты населения от их опасных действий. Положение было утверждено Кабмином. Проектом положения также устанавливаются порядок и условия проведения психиатрического освидетельства диспансерного наблюдения, вопросы оказания психиатрической помощи в амбулаторных условиях, основания для госпитализации в медицинских учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, в том числе в недобровольном порядке. Проектом положения определены принципы оказания психиатрической помощи лицам, страдающим психическими расстройствами, а именно принципы, как законность, туманность, соблюдение прав человека и гражданина. Распоряжение о средствах, подлежащих казначейскому сопровождению в 2024 году, представил министр финансов Владимир Делба. Оно касается сумм, выделенных на возобновление работы Сухумского аэропорта. Министерство финансов поручается обеспечить казначейское сопровождение средств, направляемых Черноморэнерго, в качестве субсидий из республиканского бюджета на проведение работ по обеспечению объекта электроэнергии. По словам Владимира Делба, первый платеж в размере 25 миллионов рублей уже осуществлен. Любые средства, которые в рамках этого соглашения могут направляться из бюджетной системы, теперь, в случае принятия документа, будут подлежать казначейскому сопровождению. Что это означает? Щита Черноморэнерго будут открыты в Национальном банке и подлежат учету казначейства. Это повысит, как я сказал, целевой характер, эффективность, и ни в коем случае никогда, в принципе, не позволит отвлекать эти средства на какие-либо иные цели. Правительством установлена минимальная закупочная цена на цитрусовые – 45 рублей за 1 килограмм мандаринов и апельсинов, 42 рубля за 1 килограмм лимонов, 10 рублей за 1 килограмм нестандартных плодов. Как отметил министр сельского хозяйства Беслан Джопова, в этом году ожидается порядка 37 тысяч тонн урожая. Кабинет министров утвердил перечень специалистов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Абхазии. Постановление, касающееся социальной поддержки государства, было представлено министром социального обеспечения и демографической политики Русланом Аджба. Теперь ежемесячное пособие гражданам Абхазии, а также иностранным гражданам, либо лицам без гражданства, имеющим действительный вид на жительство в республике, нуждающимся в социальной помощи и защите, устанавливается из расчета 2 тысяч рублей на человека. Постановление вступает в силу с 1 октября 2024 года. В категорию граждан, нуждающихся в ежемесячном государственном пособии, входят одинокие нетрудоспособные инвалиды 1-2 группы любой возрастной категории, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, трудоспособные неработающие лица, осуществляющие уход за совместно проживающими инвалидами 1-й группы, детьми-инвалидами до 18 лет, детьми до 3-х лет, престарелыми гражданами старше 80 лет, а также одинокие граждане старше 80 лет, неполные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, студенты из неполных семей, студенты из многодетных семей. Правительство утвердило новые границы Дендрологического парка Ботанического института Академии наук Абхазии. Общая площадь парка теперь составляет 64 гектара. По поручению премьер-министра была создана рабочая комиссия в целях уточнения границ особо охраняемой природной территории. Раньше не вся территория парка была огражена и находилась под охраной, из-за чего время от времени люди пытались ее застроить. Александр Анкваб дал поручение решить вопрос расчистки территории совместно со специалистами и оградить парк. Он особо подчеркнул, что Министерство финансов найдет на данную цель необходимые средства. Ведь сохранить Дендропарк, Питсунскую рощу и другие ценные абхазские земли – архиважный вопрос. Очень плохие инициативы будем пресекать на корню. Это даже не обсуждается. Но нужна ваша поддержка, ученых и специалистов. Ваша поддержка. Шашлыки жарить в заповедных местах, кататься на машинах, самовольные постройки осмыслять – недопустимо. Пресекать будем. Вы давали получение. Будем ограждать. Материалы, что нужно, сколько нужно, какие материалы нужно использовать. И мы закроем эту территорию. Я думаю, это очень правильное и важное решение. Далее правительством был утвержден план совместных мероприятий в области статистики на 2025-2027 годы. Госкомитета Абхазии, Федеральной службы госстатистики России. Как отметила председатель Госкомитета по статистике Кама Гогия, в плане 14 пунктов, согласованных с Росстатом. В этой программе совместных мероприятий мы принимали буквально месяцев 2-3 тому назад порядок предоставления ведомственной статистической отчетности. У нас есть проблемы, связанные с методологией и вообще ведомственной отраслевой статистикой. Эти пункты тоже вошли в план совместных мероприятий. Также вошли вопросы, касаемые методологии, инструкции, вопросы проведения сельхозпереписи, вопросы проведения инвентаризации жилищного фонда, вопросы, связанные с такими новыми отраслями для нас статистики, как статистика связи, энергетики, вопросы выборочного обследования занятости безработицы, вопросы полного отражения экономической деятельности. Это выборочное обследование неформальной скрытой теневой экономики. Как отметила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган, проводимая комитетом работа значительно поможет в работе Минека и даст возможность получать более актуальную точную информацию. Далее кабинет министров утвердил изменения, вносимые в постановление о порядке оформления, разграничение госсобственности и формирование реестра собственности. В приложении к постановлению указаны четыре объекта. Здание правительственной связи в Гагрском районе, которое передается администрации района, и административное здание Абхазской табачной станции в Сухумском районе, которое возвращается в ведение Академии наук, а также два жилых объекта. Решением кабинета министров расходную часть бюджета Дорожного фонда Абхазии увеличили на 27 миллионов 700 тысяч рублей. Данная сумма находится в остатке средств на 1.01.2024 года. Для того, чтобы была возможность осваивать эти средства, предлагается внести его в расходную часть бюджета, увеличив ее до 157 миллионов в целом. Кабинет министров внес изменения в постановление о порядке заготовки и вывоза за пределы республики особо ценных декоративных и интродуцированных растений и принял ряд решений по земельным вопросам.